Добрый день, дорогие мои! Мы продолжаем с Ваш разговор о воспитании детей, об обеспечении их информации, о Ваших взаимоотношениях с ними. И за две предыдущие беседы мы с Вами дошли до того, что святые отцы давным-давно открыли три типа мышления человека, в которых люди живут. Это рассудочный, это разумный и умный тип. Но современные ученые решили, что они умнее святых отцов и открыли другие типы поведения людей, которые назвали центристы, конструктора или мыслители и художники. Вот эти два типа открыл наш знаменитый Павлов, а центристов открыли в прошлом веке, в 80-е годы, описали их, и теперь три типа людей вот таких существует. Я Вам рассказал в предыдущей серии, чем они отличаются друг от друга, но сейчас мы с Вами поговорим, о чем же отличаются взаимоотношения родителей с детьми, если они разного типа. Здесь достаточно много комбинаций получается. Если я Вам попытаюсь все комбинации рассказать, то это будет огромное множество. Это 9,27, наверное, да, вот таких получается. Ну ладно. Я Вам попробую рассказать, в чем, например, могут не совпадать понятия центристов и конструкторов. Кстати, чаще всего это является конфликтом поколений, потому что художников, как ни странно, их немного. Как-то так получилось, что основное количество типов – это как раз центристы и конструктора. Точно так же, как много людей первой типа крови, второй, значит, группы крови, ну и совсем мало четвертой, тем более четвертой отрицательной. Так что мы с Вами рассмотрим вот этот вариант. И он, давайте, начнется с того, что, ну какой нам тип взять ребенка? Ну давайте с того, что ребенок, например, центрист. И у него формой поведения, собирания информации и собирания вокруг себя людей будет форма маленьких групп. То есть вот у него семья. У семьи, значит, дедушка, бабушка, папа, мама и еще какие-то лица являются одной группой. В этой группе он строит свои отношения, в этой группе он делает все движения, которые ему нужны, чтобы в ней адаптироваться и от нее что-то получить. И она у него существует отдельно. Дальше, например, он будет строить другую группу – детский сад. И здесь у него воспитательница, подруга, друг, значит, враг, повар, который может угостить. И здесь тоже отдельная группка. И эта группка ему понятна, он может себя вести в ней по-другому. Потому что центрист – он многоликий. Некоторые считают, что это шизоидный тип такого человека, который может менять как шизофреник свои личности в соответствии с группой, в которой он сейчас участвует. Но на самом деле это у шизофреника болезненная форма, когда он не осознает себя в разных группах как единую личность. Шизофреник в одном состоянии, с этими он одна личность, в другой он другая, и он не осознает этой личности. Здоровый центрист, грубо говоря, осознает, что он по-разному ведет себя. Там во дворе у него еще образуется группка, где он тоже будет себя по-другому вести и все остальное. Скажем, ваш ребенок – центрист. Он вот таким образом выстраивает свои отношения со всеми. И вы у него находитеся в одной определенной группе. Вы – родитель. Вы в группе у него семьи. Он с вами особых целей не ставит и не видит, потому что вы сами закладываете с детства. Главную цель у него – это послушание. Все. Если он становится послушным в этой группе, ему становится хорошо, вы его балуете, вы его всячески, значит, ласкаете, и вы ему всячески даете всяких этих. Но он может быть непослушным. Почему? А он не центрист. Он может оказаться конструктор, где цель определенная у него не соотносится с личностями, которые окружают его, а соотносится только с личностями, которые ведут его к цели. Но тот же самый конфликт возникнет, если вы, конструктор, у вас есть цель по отношению к ребенку сделать его богатым. Ну, это как бы главная цель. Ну, обеспечить его образованием, все равно в конечном итоге у нас сейчас все как бы поставлено в положение, где те, кто имеет яхту, имеют, значит, какие-то средства, богатства и так далее, они и главные. Ну, в общем, у нас цель сделать его богатым. Ну, кто-то скажет, я духовно его стараюсь развивать. Ну, духовно богатым. Давайте так будем говорить. Дайте я закрою окно, а то там начал кто-то косить, и я так понимаю, что вам звук маленечко мешает. Это проблема. Если в городе машины, то в деревне стали раздражителями вот эти электрокосилки. Ну, еще дрова там пилят. Эти электрокосилки звучат постоянно. То в одном углу, то в другом, то в третьем. Ой, не электрокосилки, а просто. У меня-то электро, у меня так не звучит. Так вот, если вы конструктор, а он центрист, вам очень трудно найти взаимопонимание. Потому что вы ставите длительные цели, вы их видите, эти цели, вы его представляете, какой этот ребенок ваш будет, как женится, нарожает много детей, будет иметь большой коттедж, яхту, хорошую машину и работу. Ку-ку-ку, 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 царство лежа на боку. Такое у нас видение будущего наших детей. Ну, тот скажет, не, я счастливым хочу видеть ребенка, пусть как хочет, так и живет. Это редкая история. Подсознательно все хотят его успешности, здоровья и его хорошей. С чем вы столкнетесь в таком случае? А в том, что он-то не видит этой цели. У него нет особенности ради нее положить все свое существование, все свое здоровье. У него задача решить как-то ту проблему, которая перед ним стоит сейчас, теми средствами, которые у него имеются сейчас. И поэтому он к вашей цели будет идти очень постепенно, создавая вот здесь какие-то свои формирования для того, чтобы либо выполнить эту цель вашу, то есть привлекая средства, людей и так далее к этой цели. Вот там у вас не получается его обучить русскому языку, он привлечет бабушку, и бабушка поможет ему с русским языком. У вас не получается дать ему на мороженое, он придет к дедушке. То есть он вот таким образом это. Вы будете нервничать, вы будете психовать, почему он не видит главную цель, когда он станет богатым с яхтой и с машиной. А он не видит. Он центрист, он сегодня все эти проблемы решает. И больше того, у него начинают появляться вот такие группы, которые его поддерживают, если что, в сопротивлении вам. И в конечном итоге, в подростковом возрасте он может уйти в эту группу, грубо говоря, наплевав на вашу семью. Потому что цели у него и то групповое мышление его будет выше центристское мышление, чем вам поставленная цель. И отношение в той группе для него будет важнее, чем вами предположенное богатство, вами предположенная успешность или еще что-то. Вот он скажет, наркоманы хорошо, дружно живут, я с ними буду дружить. Как одна написала в комментариях, там под постом, что у меня вот сын так мучился. Он подружился с наркоманами, сам не наркоманил, но он им доставал, воровал, и они его любили. И он отошел от меня и полностью это. Вот в этом проблема. Поэтому если вы поняли, что вы конструктор, знающий цель, то хорошенечко поймите, если ваш ребенок, что он центрист, что он эту цель видеть не может. Может, ему сейчас нужно обеспечить его благополучность, состояние хорошее и любовь. Иначе вы его, в общем-то, потеряете. Если ребенок-конструктор, вы центрист, у вас будет такая проблема, что вы говорите, вот я сейчас, вот это, а он уже где-то видит что-то там другое. Вы говорите, я тебя кормлю, пою, ты давай повинуйся, а он видит, что по мгновению вам это сдерживает его развитие. Оно не дает ему той необходимой информации, тех необходимых средств, которые ему нужны для выполнения целей. Цель может быть рабзная, абсолютно разная. Если мы еще говорим, что у него хорошая цель, это слава Богу. А у него цель может быть прежде всего, чтобы им восхищало общество. Это, в общем-то, ставят психологи как одну из главных целей вот этих всех трех категорий лиц, чтобы манною восхитились. И поэтому вы ему хотите дать знаний, хотите вот сгруппировать его на учебе, а он идет в качалку и мышцы там качает. Или идет в магазин и ворует там какой-то товар, чтобы дружкам своим раздать. И они его уважали. Уважали. Вот. Поэтому я-то вот в этом разговоре вас призываю к чему? Разберитесь, кто вы, какого вы типа, мышления. То есть, если у вас рассудочный, то вы образами вот так собираете себе это. Если у вас разумный, вы уже какие-то делаете конструкции, выводы какие-то, значит, делаете большие планы. Вот и все остальное. Если умный, то вы человек спокойный, слышащий Бога, как говорится, созерцающий, на все со стороны смотрящий. И у вас будет тут много возможностей с ребенком общаться. Религиозный человек. Ну, стоит затронуть маленько художника. Вот с художником это совсем. Ребенку, как говорится, сложно, потому что если ребенок центрист и художник, то художник будет все время восхищаться, как он этого достиг, этого достиг, этого достиг, этого достиг. Он научился ходить, он научился говорить, он научился читать, и он восхищаться будет, и показывать, как это все ребенок делает, не понимая, что не сегодняшние достижения ребенка главные. И не обязательно восхищаться тем, что... Ну, это художник, мы ему не можем этого запретить. У него вот такое отношение с миром, у него отношение такое с Богом. И вот это восхищение художника, кстати, дает много радости окружающим и приносит эту радость. Но в воспитательном плане такая беспрограммность у родителя художника, она... ребенка, как говорится, держит без развития. То есть он радуется, он восхищается, он кормить его пытается хорошо, одевать по художественному, по-яркому и так далее. Но без видения перспективы, живя одним днем, вот этим вау, ребенку с родителем художниками сложновато. Вот. Родители художники могут подсказать, что наш все время не хотел быть художником. Мы его заставили. Так что на этом мы заканчиваем третью беседу. И, наверное, четвертый будет уже заключительный, где я вам расскажу о форме мышления, о формах мышления, чтобы вам понимать, насколько способности нашего разума способны воспринимать, и как способны воспринимать эту информацию, которая идет, чтобы вам тоже не заблуждаться в том, что вы ее можете в неограниченных объемах ему дать. Так что давайте, приходите на четвертую лекцию, а после третьей я вам говорю здоровья вам, радости, аминь. Пока. Продолжение следует...